И всем привет, ребята, с вами Мстер Баник, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами пройдемся и обсудим, что же будет в новом челлендже. Выскажу свою точку зрения по нему, ну и покажу те самые призы, которые у нас уже завтра появятся в нем. Челлендж появился буквально где-то пару часиков назад, ну и смотрим, что же у нас здесь имеется. Из устройств на корпуса у нас Титан с утяжелением в обычной цепочке, в бабловой цепочке иммунитет от Эми, корпус который, ну как по мне, наверное, не актуален и, наверное, самый слабый в матчмейкинге на сегодняшний день. Дальше у нас два интересных устройства на смоку, ну как интересных, да, то есть смока с поджогом, ну такое себе, да. Смокасу порядочная боеукладка, это устройство, которое, если я не ошибаюсь, давайте даже сейчас быстренько пробьем, давайте сделаем вот так, новую вкладочку, википедию. Если я не ошибаюсь, то это устройство, которое дает определенным выстрелом, определенным выстрелом дает критический урон. Так, ну что у нас по смоке, не понял. Есть у нас вообще где-то здесь информация. По устройству инфы нету, должно быть в пушке, да, вот здесь вот. Упорядоченная боеукладка, это устройство, которое... Нет, это немножко другое. Так, 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 преимущество. Максимальный шанс критического выстрела 100%, прирост шанса критического выстрела 100%, начальный шанс критического выстрела 100%, стартовый шанс критического выстрела минус 200%. То есть, это устройство, которое наносит меньшее количество критов. Или нет? Вообще не понимаю, что это устройство. Устройство гарантирует, что каждый... А, ну вот, я же сказал. Каждый четвертый выстрел будет критическим, да. То есть, каждый выстрел вы можете даже выпускать в воздух. Каждый четвертый должен быть с критом. Но и то, я помню, когда Сэм вроде тестировал это устройство. На одном из стримов я тогда был. Он говорил, что там бывает и пять выстрелов выдаешь. И только тогда вылетает крит. То есть, там немножко нестабильно работает этот критический выстрел. То ли, либо пять, либо там наоборот, там на три вылетало. То есть, там есть какая-то определенная нестабильность в виде выстрелов этих критических. Ну и в целом, наверное, я бы сказал, что это... Ну, такое тоже устройство, которое... Ну, неактуально, да. То есть, неактуально. Если еще рассматривать с точки зрения пушки. Если рассматривать, что это смока, который до сих пор есть недоработанные моменты и лаги, да. Лаги-баги, да. С этой пушкой, когда не проходит урон, либо вы как будто попадаете по противнику, но на самом деле вы ему просто сбиваете, только траекторию урона у нас не проходит. И вот эти все моменты в совокупности приводят к тому, что, ну, смока выглядит так себе, так себе. То есть, если вы покупаете этот челлендж чисто ради устройства, то я бы, наверное, этого не делал. Я бы лучше бы просто взял бы танкофондик приобрел за 990, который, ну, прям супер сочный. Прям безумно сочный. Но в этом челлендже есть еще один предмет, о котором я даже, честно говоря, не думал, что может появиться. А именно новый Титан Легаси. Это последний корпус из старой линейки Легаси скинов. И ради него, я бы, честно говоря, даже вот просто положа руку на сердце, 100% я бы взял бы, даже вот, ну, если бы не получалось бы у меня, я бы взял бы. Так, чтобы закрыть эти Легаси скины, по моему мнению, Легаси скины это лучшие скины, которые есть у нас в игре. И поэтому я, если рассматривал бы этот челлендж с точки зрения того, брать или не брать ради самого скина, я бы точно взял и я возьму этот челлендж. Если я рассматриваюсь с точки зрения устройства и вам не интересует, да, то есть какие-то скины, там, еще чего-то, то лучше, конечно же, не покупать этот челлендж, а приобрести замечательный контентовый танкофондик, если вы еще его вдруг не купили, за 990 танкоинов. Бэмсити, у нас уже на сегодняшний день 12 лямов и почти 300 тысяч имеется, уже два новых устройства в кармане, и у нас еще осталась, грубо говоря, неделя. Неделя до конца этого замечательного ивента. Поэтому я, друзья, вам скажу, что если вы вдруг не купили, обязательно берите. И лучше взять большое количество разных устройств, контейнеров, скин-кантов, броник и кризис, который, ну, наверное, 90%, я уверен, что уже будет, чем взять устройство с примерно таким же количеством контейнеров без ультраконтейнеров, которое не будет актуальной, на котором вы не будете играть. Ну, а что касаемо Титана, если ради Титана, то, конечно, оно того стоит. Титанчик, это очень круто. Я надеюсь, что после этого челленджа августовский второй челлендж преподнесет нам какую-то пушку. И что это будет за пушка? Если у нас есть корпус, то я очень сильно надеюсь, что это будет тот самый контентовый приз. Приза бы я очень сильно хотел видеть в Легосе. Я безумно любил на нем играть до ребаланса, когда еще был он в той самой графике. И я очень сильно надеюсь, что именно он появится у нас в августовском втором челлендже. Пишите, что вы думаете по поводу челленджа. Будете его покупать, не будете покупать. Есть ли у вас какой-то интерес в нем, либо же вы мыслите примерно так, как я, и считаете, что лучше приобрести танка Фондик. Не забывайте поддерживать видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Жимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте, конечно же, про тег создателя контента, который находится у нас в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег, это Тег Тимп. Установите его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танков. И на вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. И у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.